Каспийская флотилия Каспийская флотилия В результате итальянского похода Суворовым весной летом 1799 года Почти вся Италия Была освобождена от французских войск Блестящие победы русского оружия Вызывали тревогу в Австрии и Англии Наших союзников в той войне Русские позиции в Европе Становились слишком сильными К тому же Россия могла оставить на Апеннинском полуострове свои военные силы на постоянной основе. Для Лондона усиление позиций Российской империи в Средиземноморском регионе было как удар ножом. Именно поэтому союзники стали требовать от России идти в Швейцарию, чтобы освободить ее от французских сил. Австрия и Англия хотели уничтожить не французов в Швейцарии, а русскую армию. Это понимал и сам Суворов, сказавший следующее. Меня прогнали в Швейцарию, чтобы там уничтожить. К сожалению, российский император Павел I этого тогда не понимал. Объединенные силы под командованием Суворова должны были из Западной Швейцарии вторгнуться во Францию. Такой план распылял силы союзников и был целиком подчинен интересам Великобритании и Австрии. В это время в Швейцарии действовала французская армия, главные силы которой находились в Муаттянской долине. Против них выступали русский корпус римского Корсакова и пять австрийских отрядов общей численностью 23 тысячи человек. Опасаясь, что французы могут разбить русско-австрийские войска по частям, Суворов решил кратчайшим путем прорваться через Альпу, оттянуть главные силы французов, а затем совместными усилиями всех союзных отрядов окружить и разгромить их. Австрийское командование должно было подготовить в таверне для войск Суворова 1430 мулов, горную артиллерию, боеприпасы и запас продовольствия. 31 августа войска Суворова выступили в поход из Александрии и, пройдя за пять дней 150 километров, 4 сентября сосредоточились в таверне. Ввиду того, что австрийцы не выполнили своих обязательств по обеспечению похода, армии Суворова пришлось задержаться здесь на пять дней. 10 сентября, получив 650 мулов и используя под вьюки полторы тысячи лошадей, спешных русских казаков, войска двумя колоннами двинулись на соединение с корпусом Римского-Корского по кратчайшему, но более трудному пути через перевал Хсен-Гаттарт на Швиц. 24 сентября они овладели перевалом, 25 с боем прошли через Чертов мост и 26 сентября вышли к Люцернскому озеру. Здесь выяснилось, что вопреки сведениям австрийского штаба, дороги к Швиццу вдоль озера не было, а переправочные средства уведены противникам. Войскам Суворову пришлось с боями горной тропой и по карнизам скал преодолевать труднодоступный перевал Росток. 16 сентября они перешли перевал и спустились в Муатенскую долину, где получили известие, что корпус Римского-Корского разбит под Тюрихом. Армия Суворова оказалась почти без боеприпасов и продовольствия, окруженные втрое превосходящим противником. На военном совете, созванном Суворовым, решили пробиваться через перевал Прагель на Гларус. 19-20 сентября русские войска, имея в авангарде отряд генерал-майора Петра Багратиона, отбросили французскую бригаду от Муатена. Разбили превосходящие силы французов и открыли дорогу на Гларус. Одновременно арьер-карт генерала Андрея Розенберга отразил атаки французов с тыла и 23 сентября соединился с главными силами. Совершив тяжелейший переход через перевал Ринген-Копф, русская армия 27 сентября вышла в районе Кура и оттуда ушла в Австрию. За время этого беспримерного в истории войн Горного Перехода русская армия потеряла убитыми и ранеными свыше 4000 человек и нанесла в четверо больший урон противнику. Предательские по существу действия австрийского командования, отсутствие достоверных карт, за которые отвечали австрийцы, поражение под Тюрихом, неудачи войск коалиции на других фронтах, Крайние изнурения войск Суворова привели к тому, что цель швейцарского похода Суворова не была достигнута. Это вынудило Павла I расторгнуть союз с Австрией и Англией и отозвать русские войска в Россию. За швейцарский поход Суворов был возведен в звании генералиссиуса и ему было приказано воздвигнуть монумент в Петербурге. В Швейцарии в ущелье Шалинен у Чертова моста в 1899 году по инициативе князя Голицына был установлен памятник доблестным сподвижником генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова Рымненского, погибшим при переходе через Альпу в 1799 году. Ежегодно здесь проходит торжественное возложение цветов. Памятная дата военной истории России. 24 сентября 1799 года войска под командованием Александра Васильевича Суворова совершили героический переход через перевал Сен-Гаттарт в Швейцарии. Переход Суворова через Альпы стал беспрецедентным в истории. Субтитры создавал DimaTorzok